ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Угонять автомобили в России стали гораздо реже. Число таких преступлений, по данным страховых компаний, в этом году снизилось в среднем на треть. Это связывает в первую очередь с пандемией и заградительными мерами на границах. Одновременно появился список самых угоняемых авто в первой половине 2021 года. В топ-5 попали Хёнде Сантафе, Митсубишу Алтлендер, Киа Рио, Тойота Камри и Хёнде Тусан. ТРАССА 101 Покупателей поддержанных легковушек предупреждают повысился риск наткнуться на машину-утопленницу. Все мы знаем, что в ряде стран, в том числе и в нашей, этим летом местами случались наводнения из-за обильных осадков. Погружение автомобиля под воду считается тотальным ущербом. Однако есть умельцы, которые восстанавливают такие транспортные средства и быстро их продают. По словам экспертов, утопленники представляют для своих хозяев смертельную опасность. Неизвестно, что и в какой момент может произойти. ТРАССА 101 Российское правительство рассматривает вариант введения временного запрета на экспорт бензина, чтобы остановить быстрый рост его стоимости внутри страны. Решение может быть принято в ближайшие дни. Впрочем, среди чиновников нет единогласия по этому поводу. Кто-то считает, что демпферного механизма, внедренного из-за взлета цен на горючее в 2018 году, достаточно. Хм, тогда вопрос. Почему увеличение стоимости бензина в середине июля обогнало инфляцию в 17 раз? ТРАССА 101 В России со следующего года может быть внедрена система, в рамках которой автомобилисты смогут зарабатывать на данных о своей машине. Все довольно несложно. Автомобиль станет своеобразным датчиком. Направление и скорость движения, работу узлов, состояние дорожного полотна, недостаточная видимость, усталость водителя и многое другое. Все это специальный модуль будет фиксировать и с определенной периодичностью отсылать в единый центр. За одну отправку водителям сулят 400-500 рублей. ТРАССА 101 А в Тюмени объявился рекордсмен по количеству судимостей за повторное нетрезвое вождение. 45-летний гражданин попал на скамью подсудимых в четвертый раз. В первый раз ему дали штраф в 200 тысяч рублей, во второй – условное наказание, в третьей – заключение под стражу, а вот теперь любителю пьяных покатушек придется провести один год в колонии строгого режима. Но что-то подсказывает, что злостный рецидивист на этом не остановится. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА 101